Ребят, всем добрый день! Пришло время поменять автомобиль. Почему? Об этом немножко позже. А вот то, на чем я сейчас передвигаюсь, это вот такой вот Opel. Это Opel, Opel Astra, это Astra 2000 года, это двухлитровый дизель, это не украинская машина, это европейская. Ну а теперь подробней. Итак, взял я в аренду Opel Astra, но все-таки я решил еще немножко помучаться на своем воющем редукторе. Нет, надо здесь для зрителя рассказать легкую предысторию. Загудел у меня редуктор, я так понимаю, что там уже пошибники пришли в негодность, и везу автомобиль свой на ремонт. Для того, чтобы не остаться без автомобиля, ну, многие знают, что у меня две машины, но один из автомобилей я сейчас отдал нашему эксперту Андрею. Вот он на нем благополучно ездит. И забирать у него, когда можно запросто взять автомобиль в аренду, причем автомобиль не самый дешевый. Автомобиль стоит 2500 гривен в неделю. Opel Astra с кондиционером. Я этот автомобиль ждал, пока его... Да, девочка, давай проходи. Я этот автомобиль ждал, чтобы он приехал, потому как были всякие ржавые фокусы Lanos и Avia. Ну, добрый человек сказал, подожди несколько дней. В общем, неделя прошла, дождался я автомобиль. Выдают мне этот автомобиль, как он запускается. Я даже конец этих запусков заснял на видео. На всякий случай, восьмая попытка завести автомобиль в очередной раз не увенчалась успехом. Так, мне уже интересно, когда же запустится этот двигатель. И вообще, запустится он или нет. Девятое, ни хрена. Десять, ни хрена. Сначала считал? Да. Одиннадцать, ни хрена. А он не запущенный у него? Нет. Ладно, пока пауза. Я на всякий случай хоть обойду ее так. Сейчас широкий угол включу. Вся посеченная камнями. Влупленная с правого боку. Классный новый автомобиль. Костки, царапины. Двен... Йоперный театр, блядь. Двенадцатая попытка. Ну, на этой машине точно никуда ехать. Нельзя дальше Киева. Так что... Так что надо свой очень быстро чинить. Но обещают, что машина хорошая. Но я пока в конвульсиях мучаюсь и бьюсь. Еду в своем автомобиле. Потому как... Если, возможно, растянуть комфорт на какое-то время, я пытаюсь это делать. Хотя, наверное, затея хреновая. Надо было все-таки, Андрюхе, забрать второй автомобиль. И... Ладно. Не суть. Я, как любой человек, должен понять, что такое ездить на бюджетном автомобиле. Потому что я ездил на разных машинах. И в последнее время многие знают, что у нас есть пропускной барьер. Недорогие автомобили мы не выбираем. Не потому, что мы капризные. А потому, что это все приводит в основном к сливу бюджета заказчика. То есть, по условиям договора мы обязываемся посмотреть какое-то количество автомобилей. Но то, что представлено среди самого недорогого сегмента, ну, очень тяжело там найти нормальный живой экземпляр. И... Что такое? Классная машина? Ну, вот попробуем посмотреть. Вот сзади едет Opel Astra. Сережа сказал, надо смотреть на зеркало, когда будем трогаться. Вот сейчас будем трогаться. А, так оно просто вибрирует. Детонация. Вибрация. И когда она холодная, она очень сильно вибрирует. Переверну камеру. В общем, уже взяли мы этот Aurel. Так, надо протереть камеру. Opel... Ох, вот так. Opel классный. Блин, не влазит сюда. Кинь, агинь! Конечно, по шумоизоляции это караул. Это, конечно... А тут S загорелось. А тут Sport решила? Да, тут есть режим, значит, S это Sport. Есть у нее первая, вторая, третья Drive. И есть режим Ракета. Да, конечно, пробуксовывают здесь публик слегка. Так, тут стекло все запиленное. Стекло, стекло, да. Стекло у нее реально все затертое. Вот против солнца едешь, нифига не видно. Здесь настолько запиленное, зачуханное лобовое стекло, что я вообще нифига не вижу, что творится впереди. То есть, ну вот реально, даже решил заснять, потому как пипец как стрёмно. Офигительный автомобиль. Сейчас успокоюсь. Бардачок. Ну, или перчаточный ящик, в общем. И упал. В общем, вот такой вот недорогой автомобиль мне достался. Эх! Более все, потрогать еще. Как его одеть? Короче, пусть сзади валяется. Зато воры... Зато воры будут видеть, что тут ничего нет. Это же мазочка. Развели меня еще и здесь. Ой, зеркало, зеркало. Так, техпаспорт на место. Вот это вот автомобиль, который, в принципе, будут... Я не знаю, сколько его будут продавать. Предполагаю, что не... Зеркало здесь есть эффект. Боюсь сказать, какой эффект. Кроме мата ничего в голову не лезет. Ну ладно, мне парни пообещали, что два дня будут делать автомобиль, поэтому... Да, на самом деле это очень печально, когда в нашей стране людей загоняют в такую экономическую жопу, по-другому я не могу назвать это слово, когда люди вынуждены кататься на... Какие хорошая девочка на мотоцикле. Люди вынуждены ездить на таких автомобилях, потому что денег на других на самом деле нет. И это печаль. То есть у меня машина стоит не намного дороже, чем вот этот Opel. Ну я так предполагаю. Я не знаю, сколько этот Opel стоит, но думаю, тысяч пять. Вольво можно накружить ну, грубо говоря, наверное, за восемь. Ну да, она, конечно, не будет 2007 года, будет там второго, третьего, но по факту, по факту, так надо, наверное, забирать их паспорт. По факту, несколько дороже можно купить тот же самый Volvo и не ездить на Opel. Конечно, может быть, это мне достался очень мрачный Opel, но поролончик погозу. Поролончик, это для того, чтобы оно вообще не тороптело. Печаль, просто печаль. Прокатная машина, две с половиной тысяч. сейчас покажу. Ключ. Вытащили. И это, и это, и это на самом деле еще автомобиль, который не печальный. Это машина, которая, мне пообещали, что машина более-менее прокатная будет хорошая. та, которая, блин, я боюсь представить, что такое дешевая машина на прокат. Это просто жопа. Ну, наверное, дешевле только, не знаю, можно было бы, конечно, на такси поездить, но с учетом того, что мне машина нужна иногда очень непредвиденно и сразу, и срочно, то такси точно не вариант. Каршеринга у нас рядышком нету, поэтому лучшее, что я нашел из-за того, что мне предложили быстро, потому что мне сделали окошечко, назовем это так, для того, чтобы отремонтировать автомобиль. То есть я попросился к парням, они пошли навстречу. Ух ты, какой улучайзинг! Сейчас, ребят, улучайзинг, вот эти вот штуки, для того, чтобы сильно торпеда не лупила по лобовому стеклу, присоединили, сейчас я ближе сделаю. Опа, дюк, бумажечка, так, фокусируйся. Тут бумажечка, тут шланги какие-то. Куски каких-то, действительно, шлангов. Так, а ну, фокусируйся, фокусируйся. В общем, да, тут вся торпеда такая, видавшая виды, я не знаю, какой у нее пробег, но думаю, по заросшему ушам и волосатым яйцам этому зайцу не менее 100 лет. И, судя по стертой ручке, короче, здесь с полмиллиона, наверное. Двери тут вообще великолепные. Тут вообще все, все просто чудесно. Классная новая машина. Да. Говорили они. Тут уже филенка раскрывается. Может, конечно, мне обещали другую машину, а дали не ту. Ну, как так получилось, не знаю, но... А надо, кстати, сейчас позвонить, спросить, действительно ли мне выдали тот автомобиль. Ладно, как бы там ни было. Спасибо, ребят, большое за то, что пошли навстречу и в прокатной компании, и в ремонте редукторов, потому как в таком жестком графике очень важно быть где-то вовремя. И я очень надеюсь, что мне мой редуктор сделают вовремя. А то и раньше. А то и раньше. Вчера при первом запуске этого автомобиля он запустился с 12-го раза. И потому, что там было очень мало солярки. Ну, как мало? Четверть бака. Для этого дрыща это уже считается мало, потому что он дизельный. Я вчера заправил полный бак и посмотрим, как он сейчас запустится. спрашивается, нафига я полный бак соляры за ним. Это же ближе. Постелку я вам. Снимай, я к автомобилю на солнце по руле. Ух ты. Ой, блин. Как непривычно мне в своей машине. Вот это тот, какой же 10-й, да? Вчера было с 12-го раза. Сегодня 11-й. Ребят, вот почему я не хочу выбирать дешевые автомобили. Потому что потом люди, которые собирали очень долго на эту машину, они звонят, жалуются, плачут. Блин, ты мне выбрал такую хрень, которая не запускается. По сути, это еще, ну, более-менее среднестатический автомобиль, который... Статистика. Статика, статистика. Окей. Это более-менее среднестатистический автомобиль, который имеют многие украинцы. И это еще неплохая машина. Дизнимает парую. Задолбался я уже. А, это не машина парует. Это не машина парует, это мид дым. Да, вот это вот так дымит? Да. Пипец. Ура! Это ем стук. Е-май-е. Ха-ха-ха! Доброе утро. Сегодня автомобиль запустился с 14-го раза. И то, если бы детеныш не постучал кулачком по капоту, машина бы не запустилась. А так он такой стук сделал, и машина трох-трох-трох-бух-бух-бух. Но все равно запустилась. Дальше. Вчера заправился на ОКО. Сегодня после запуска имеем вот такую вот штуку. Сейчас. Ну, в общем, видно, что человек горит. И машина очень тяжело набирает обороты. Я даже спорт попробовал. Она гудит. Такое ощущение, что сейчас серо с ушей поваливается. автомобиль все равно не едет. Понимание хорошей машинки подразумевал ну точно что-то другое. И вкус же у вас более-менее нормальный. У меня простой вопрос. Вы вообще на этом дрыще ездили или это вам рассказывали, что это хорошая машина? Со светом здесь проблема. С поворотами проблема. Запуск двигателя ну то такое дело. Жрет он вообще как слон. То есть четверть бака доехать в Ижгород и уже упала на красную зону. Это ну просто караул. Все трусится. Все как-то ну понятно, что я парень разбалованный большими объемами и эта машина для меня не едет. То дело такое. Но в понимании хороший автомобиль ну нифига он не хороший. То есть тут включить поворот так, чтобы не включился дальний свет это надо ну иметь большой талант. и все равно нифига не получается. Поэтому в сумерках как лох еду вообще без света потому что включая повороты сразу включается дальний свет. Ну в общем я разочарован. Но все равно спасибо. Лучше плохо ехать чем хорошо идти. Пришел ответ от парня у которого взяли автомобиль на прокат значит пишет следующее относительно лампочки чека. Для того чтобы погасло нужно перезапустить потом заглушив вытащить ключ из замка выждать минутки чтобы она уснула. Это происходит если давануть на холодную она пугается и бросает ошибку. Это на всех наших апелях так. Та ё-моё блин. Так. Так. Может надо запустили. Все классно. где наша помощь. Техподдержка. Техподдержка. Техподдержка доброе утро. Доброе утро. Как ключ вытащить с замка? Аааа да это легко. Во-первых убедитесь что у вас рычаг находится в положении паркинг. Убедился. Убедились. А во-вторых аккуратненько вы пытаетесь его довернуть он надо чуть-чуть подклинивает там. Сил не надо прилагать просто попытайся туда-сюда провернуть он и назад не было. Получилось? Не. Да. Не получилось. Не получается. Не отдаёт. Как выйти? Блядь. Ну должен отдать. Всегда отдавал. Еще я разливал, чтобы дом остался до свидания. Сейчас попробую покататься. Не. Кататься не надо. Просто ну бывает такое, что он чуть-чуть заедает в замок и назад и дощелкнулся или что-то это могут утопить. О! Есть. Покатался получилось. О! Отлично! Отлично! А, кстати, по поводу этой ошибки, которая загорается, это на всех астрах у нас. У нас больше десяти машин в этих астрах. Во всех одна и та же тема с этой вот ошибкой. Мы пытались вылечить, нам сказали забейте, это не лечится. Да. Перезапуском мы вот, да. Вы мне говорили, что для того, чтобы она запускалась сразу надо залить чуть-чуть больше топлива. я залил полный бак, она нифига не заводится, не запускается. Не, ну, что, запускается. Подольше держи, она запустится. Я понял. Ладно, хорошо, спасибо, ключ от... А может, другие машины сегодня будут? я не знаю... Я не знаю. Ну, выкатай топливо. А, подожди, у меня 70, у меня завтрашнего дня занято. Нет, наверное, пока нету больше. Ладно. пока просто нету, потому что Логан завтрашнего дня занят с утра. Логан. Ладно, хорошо, спасибо. Ну, потерпелось немножко. Да, 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 тут по пару дней осталось. Ну, в смысле, как? Я надеюсь, что сегодня. На Ланос ездил, нормально все было. У меня, у меня Ланос был, ну, что-то как-то в несколько раз лучше, чем, чем этот Астра. У меня, в принципе, даже все ржавые Жигули были в технически лучшем состоянии. Просто подарок судьбе. Дякую тебе, Боже, что у меня неопель Астра. Ладно, хорошо, пошел я на осмотр. Вот и настал тот день, когда я забрал свой автомобиль с ремонта. Честно скажу, езжу, наслаждаюсь, тишина, спокойствие. Привычная мощность, высокая посадка. Мне все нравится. Opel, ну, наверное, дело привычки. Opel нужно доводить до ума. И мне искренне жаль людей, которые вынуждены использовать, пользоваться такими автомобилями. Я, кстати, пообщался с парнями и спросил, а что же такое автомобиль, который не очень хороший, ну, в ихнем понимании. То это обычные Lano, Saiveo, те, которые едешь, и они просто начинают глохнуть на светофоре ввиду того, что у него падают обороты ниже, не работают, ну, я не знаю, может быть, датчик холостого хода. Ну, в общем, не держит обороты, машины постоянно глохнут. И люди такое берут в прокат. Я, честно говоря, офигевший. Ну, уму непостижимо, но, тем не менее, рынок такой, сегмент автомобилей, он есть. Это беда в больших масштабах, которую нужно искоренять. Понятно, что далеко не все такие автомобили у людей. Видео начали записывать в момент, когда автомобиль не начал запускаться. И тогда я понял, что интересно. А давай-ка попишем, может с этого получится что-то. И я не ошибся, потому как такое количество глюков, которое было на этом автомобиле, оно зашкварное количество. И беда заключается в том, что многие считают, что это абсолютно нормально. То есть машина едет, колеса крутятся, мотор дымит. Кстати, проехал я на этом автомобиле 231 километр, и у меня сожрало больше чем полбака солярки. А я напомню, что топливный бак у этого автомобиля 50 литров. То есть расход у этой машины был больше чем 10 литров солярки. Практически 11. Ну 10,5-10,7 наверное так. Это дофига. Дизель это должен быть экономный автомобиль. Нифига не экономный. Жрет как лошадь. Я в общем просто в истерике от этой машины. Ребят, я скажу честно и откровенно. Я понимаю, что мой автомобиль он старенький, он прожорливый, но даже объем 4,4 литра не смог сожрать столько денег, как сожрал у меня этот гребаный Opel за два дня. За два дня на топливо я потратил 940 гривен. Здесь на 940 гривен я запросто бы проехал расстояние в полтысячи километров это вот в таком режиме. Особо не переживая за то, что у меня не хватит мощности или чего-то еще. Как бы там ни было, я благодарен судьбе за этот опыт. Вам большое спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. С вами был Николай Тарануха. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok